Гуччи. Father, Son and House of Gucci. Всем привет! Вы на канале Поли Полянская. Здесь мы чисто по-журналистски обсуждаем косметику и парфюм. Сегодня у нас распаковка такого вот красавца от бренда Гуччи. Это нишевая селективная линейка Гуччи. И этот аромат интересовал меня больше всего. Он называется «Голос змей». И, согласитесь, звучит максимально многообещающе. Такая вот у нас коробка. Давайте скорее открывать. А как вам известно, возможно, вы не знаете, тогда я вас удивлю, огорчу, расскажу вам, поведаю, что бренд Гуччи, он ушел из России и у нас распродают в данный момент остатки. Завозов не было уже очень давно. И, честно говоря, я не думала, что у меня появится данный парфюм, потому что его нигде не было. Он был распродан. Но чудеса случаются. Заказала я его в золотом яблоке. Давайте скорее открывать. Признаюсь честным, брала скорее вслепую. Мне нравился другой аромат. Глаз тигра или вот что-то такое. Но потом я почитала отзывы, что он не особо стойкий, своих денег не стоит. И очень многим нравился вот этот аромат. Что мне кажется? Что я жду? Я думаю, что аромат будет таким тяжелым, насыщенным, удовым. И это будет безумно красиво раскрываться в холодную погоду. Сегодня первый холодный день. Сегодня 1 сентября. С чем я вас всех поздравляю? Это 1 сентября, когда я никуда не бегу. И могу спокойно порадовать себя распаковкой аромата. Давайте начнем. Еще покажу вам коробочку. Вышло солнышко. Какая красота. Боже мой, как красиво. И свет так удачно падает. Коробка роскошная. Давайте открывать. Так, открывается, кстати. Все достаточно просто. Так, такая вот у нас коробка. Гуччи. Father, Son and House of Gucci. Данный аромат я протестировала слегка в L'Etoile. Но там был пустой тестер. Я, знаете, так чуть-чуть послушала крышечку. Естественно, это не является полноценным тестированием. Но, скажем так, это была покупка вслепую. И я очень надеюсь, что мне повезет. И аромат этот мне понравится, подойдет и оправдает все мои надежды. Ну что, у нас тут вау. Вы видите, да? У нас здесь мешочек. Кстати, я не знала, что данный парфюм идет в мешочке. Какая красота. Боже мой. Это абсолютно роскошно. Я влюблена. Я уже влюблена. Мешочек, кстати, приятный. Такой, знаете, какой-то вот он не шелковый, не бархатный. Но приятный. Приятный. Такая вот у нас змейка. Сам флакон должен быть тоже роскошным. Коробочка, конечно же, красивая. Как всегда, это было бы приятно получить мне в подарок. И это приятно дарить. Крышка нас тоже встречает. Змея. Кстати, я не фанат змей, но почему-то мне кажется, что вот у бренда Гуччи змеи особенные. И флакон. Я вообще уже давно, знаете ли, заметила. Какая красота. Вы посмотрите. Я уже давно заметила, что если черный флакон, то, скорее всего, аромат мне понравится. Какая красота. Так, ну что же. У нас здесь, естественно, классический. Распылитель. Роскошный. Колпачок. Давайте скорее пробовать. Занюхнула, так сказать, за кадром. Роскошный аромат. Я уже чувствую ут. Давайте нанесем. Так. Так. Ой, девочки, мальчики. Это очень красиво. На что похоже? У Сисла есть похожий аромат. В принципе, это достаточно классическая, комплементарная, селективная, удовая композиция. Флакон, конечно же, произведение искусства. Вы посмотрите. Это безумно красиво. Я, кстати, думала, что он будет тяжелее. Очень красивый. За кадром слушаю. Очень жалко, что вот вы не можете послушать. Правда. Но я максимально постараюсь передать, чем для меня это пахнет. Для меня это пахнет удом. При этом уд здесь не манталевский. Он более благородный, что ли. Ой, боже, какой запах. Какая-то есть нота, которая просто сводит меня с ума. Не знаю, что это. Может быть, это уд. Это красиво. Это очень красиво. Давайте еще раз вам покажу мешочек. В принципе, в принципе, возможно, он подойдет для каких-то тревел-историй. Но я в путешествии обычно флаконы по 100 мл с собой не беру. Но, тем не менее. И давайте покажу. Покажу еще коробочку. Такая вот у нас красота. В ней можно что-то держать. Кстати, что хотела сказать. Естественно, аромат очень насыщенный. И его не нужно настаивать. Он не должен стоять у вас, например, для стойкости. Мне кажется, он будет и так очень стойким, шлейфовым. Какой красивый. Ну вот, я чувствую уд. Он не мужской. То есть, я здесь чувствую какую-то женскую разбавляющую нотку. Что, например, не делает его таким, знаете, тяжелым мужским. Очень красивый запах. Данный аромат чем-то напоминает мне портрет Фредерика Маля по своей направленности. И один из ароматов от бренда Сислой. Там есть такой черный флакон. Как-то он называется. Я не помню как. Суах. Что-то. В общем, как-то он называется. И вот, в принципе, похоже. По сути, это очень красивый селективный аромат. Такой удовый, тяжелый, насыщенный. Знаете, вот из серии. Один пшик и достаточно. Больше одного пшика не нужно сто процентов делать. Такая вот красота теперь будет у меня на полочке. Селективная линейка бренда Гуччи уже давно привлекла мое внимание. Я ходила, тестировала. Мне безумно нравились эти флаконы. Но я вот как-то, знаете, не решалась. И вот когда я узнала, что все, бренд уходит. И поставок давно не было. И неизвестно, когда они будут. Пришлось за ним еще поохотиться. И вот, тадам, он у меня. Какая же красота. Кстати, купила его в золотом яблоке еще и с 10% скидкой. Что безумно, безумно приятно. Так что такая вот красота теперь будет у меня на полочке. Давайте еще раз вам покажу. Очень тяжелая увеситая крышка. И очень, кстати, красивый такой золотистый цвет. Нет, все, правда, сделано очень добротно. Кстати, мне даже нравится, что крышка здесь не магнитная. Мне кажется, это здорово. Такая вот красота, немножко ретро. Мне это очень нравится. Теперь будет на моей полочке. Солнышко так красиво подсвечивает. Супер. А пахнет удом. Да, для меня это такой удовый, вечерний, дорогой аромат направленности все-таки Фредерика Маля. Если вам нравится портрет леди Фредерика Маля, то, скорее всего, вам бы нравится и данный аромат. С вами была я, Поля Болянская. До новых парфюмерно-косметических встреч. Пока.